Я займу вас некоторое время для того, чтобы поделиться теми мыслями, которые посещают меня в последнее время. Мы, как мессиянская община, мы делаем все вещи, мы делаем все вещи, мы пытаемся говорить о церкви. Мы проводим различные виды деятельности, мы празднуем праздники, мы пытаемся, как мы можем сохранить, соблюдать заповеди Бога. Мы учим нашу еврейскую историю, историю Израиля. И в последнее время ко мне пришли такие мысли, что есть намного больше, чем мы видим глазами. Я хочу поделиться этим, возможно, нас это наведет на какие-то мысли. То, что я хотела поговорить, это о законах Божьего Царства. Это как Конституция Божьего Царства. Мы знаем, что народ еврейский получил Тору из заповеди. И вопрос состоит в том, что было до того, как Израиль получил Тору. Потому что много информации у нас нет по этому поводу. И что вообще происходит там наверху? И есть ли какая-то связь и как нам с себя соотносить с этим? Мы будем много читать, мне придет на помощь презентация, которую я приготовил. И я надеюсь, что мы вместе сможем чему-то научиться. Мы сейчас откроем первое место Писания, это Луки, 17 глава, 20-21 стих. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. И не скажет, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Здесь говорится о Божьем Царстве. Мне кажется, что это очень расширенное понятие. И каждый понимает его по-своему. Когда я был маленьким и мы еще жили в Беларуси. Мы ходили в определенную общину. И все говорили о том, что в один день, когда мы все умрем, мы попадем в рай. И там будет хорошо. Здесь нужно научиться страдать и как-то пройти этот земной путь. И песни, которые пели в общине, были все на эту тему. Взять на себя этот крест и страдать, победить и страдать и нести крест. И в конце концов, мы придем в Божье Царство и там уже сможем передохнуть. Но здесь, в послании от Луки, Ишуа говорит о чем-то другом. Он также, естественно, связывает все свои слова с еврейским пониманием того, что есть Царство Божье. И он говорит, Царство Божье есть внутри вас. И он говорит, вы есть Царство Божье. Не то, что оно придет приметным образом, но это Царство Божье сейчас здесь на земле. И вы имеете в этом часть здесь и сейчас. И что-то с этим нужно делать. В многих местах Писания написано, вы сыны Божьи. Вы святы. Вы Царственное Священство. И у вас есть Сила и Власть. И когда я посмотрел и увидел, что Царство Божье есть сейчас здесь. И особо ничего ждать не надо. И мы уже являемся частью определенной системы. Но что это за система? У Бога есть какое-то ожидание от нас, скорее всего. И вопрос в том, понимаем ли мы что ждет от нас Бог? Хотим ли мы этого понять? Потому что Царство Божье, в таком виде, как оно есть, человеческому разуму достаточно сложно понять. Но есть многие места Писания, которые говорят об этом, и нам стоит этого понять. Естественно, нужно в этом покопаться, и это требует определенных усилий. Но если мы спустим этот вопрос на наш уровень, подумайте, что есть какая-то страна. В этой стране есть правительство. И есть Конституция. Тот, кто следует законодательству, ему хорошо. А тот, кто нарушает законодательство, может быть каким-то образом ему сойдет этот срок. Или нет. Он получит штраф и его посадят в тюрьму. И давайте, если мы возьмем на этом примере Царство Божье, то подумайте о том, что Царство Божье – это страна с определенным законом. Где-то больше 3000 лет мы получили Тору. Но нам не достает 2000 лет того, что происходило во время истории. Было ли там закон, был ли хаос, был ли балаган, что там происходило? Я думаю, что несмотря на то, что это не написано точно, у нас есть некоторые намеки на это. Для того, чтобы понять, я прочитал такой философский термин, который называется «непреложная истина». Непреложная истина существует. Но все, что это объясняет, это человеческая непреложная истина. И объяснение, толкование непреложной истины меняется от ситуации к ситуации. Почему меняется? Потому что есть научное исследование, которое каждый раз доказывает что-то другое. И его представляют людям. И согласно этому, люди меняют свое мнение. Несколько сотен лет назад, все люди думали, что земной шар, это не шар вообще, а это плоская поверхность. Если вы пойдете по улицам 15 века и спросите человека, что такое земля, вам скажут, что это плоскость. В основном вам так скажут. И это была непреложная истина того времени. Сегодня, естественно, все изменилось. Потому что провели расследование и доказали, что земля – это земной шар. И абсолютная истина, непреложная истина на сегодняшний день, что наша планета – это земной шар. И человеческая непреложная истина постоянно меняется. Так написано в словаре. Но я подумал, задумался на том, что есть непреложная истина Бога. Мы ходим в общину, мы делаем определенные дела, мы совершаем определенное служение. И все это ради чего-то. Для того, чтобы познать Бога. И познавать Его ближе и ближе, без перерыва до того дня, когда мы умрем. И мне кажется, что этому познанию нет предела. И я думаю, что цель верующего – это попытаться приблизиться как можно ближе к Божьей непреложной истине. И мне кажется, что Божья истина не изменяется. Потому что на Бога не влияет время. Нет никакого временного влияния на Божье царство. На Его истину и на все, что с Ним связано. И мне кажется, что на Его закон и законодательство на законы Божьего царства так же не влияет время и они не меняются. Я думаю, что может быть это немножко сложно понять и возможно у вас голова начинает болеть от этого, но немного времени дайте мне, я вам поделюсь с вами. Я думаю, что нам нужно прийти к познанию такой истины, потому что Бог смотрит на определенные вещи, и у Него перед Ним стоят факты, которые не меняют время. И мы понимаем и можем источнить те основы, которые заложил нам Бог. И на каждый отрывок Писания в Танах есть десятки толкований, и написаны десятки книг, и все эти книги отличаются друг от друга. Скорее всего, с этим уже ничего не поделаешь. И я иногда думаю, что Бог может быть смотрит на все эти версии, и думает, что совсем не это Он имел в виду. Но для того, чтобы дойти до этого момента, нужны действительно близкие отношения с Богом, во-первых. И нужно постоянно не переставать учиться и копаться, и приближаться к Нему. И мы видим, что те люди, про которых написано в Танахе, которые действительно стремились к этому, то Бог открывал им свои тайны. А у нас есть огромное преимущество, потому что Бог послал нам Духа Своего Святого. И Дух Святой – это особенная личность, если мы знаем, как пользоваться Его помощью. Когда, если мы знаем, три основных функции Святого Духа – естественно, это утешать, напоминать и учить. И по поводу функции Духа Святого – учить, она может быть двойственная. Потому что, вроде бы, мы знаем уже все. Потому что мы евреи, мы очень умные. И что, чему нас уже можно научить. Но так вышло, что каждый раз, когда мы читаем Писание, мы получаем новую информацию. Те же слова и те же буквы, но новая информация приходит на. И мы называем эту информацию Откровениями. Но это то, как Дух Святой учит нас. И таким образом работает Бог. Поэтому, если мы правильно держим в балансе наши близкие отношения с Богом, и учение Цветового Духа, то мы можем достигнуть этой цели. Давайте мы сейчас откроем Иоанна, 14 главу. 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен Отцом Моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Ешуа говорит здесь о заповедях и о законах и о определенной системе. Но проблема в том, что в основном вселенское тело Мессии страдает аллергией на слова, заповеди и законы. Мы ведь свободы. У нас есть спасение. Зачем нам нужно что-то еще? И поэтому, когда слышат эти вещи, пытаются перериснуть страницы для того, чтобы достигнуть посланий Павла. Там, где говорится про любовь и благодать. Но Ишуа говорит здесь о заповедях. Он говорит, тот, кто любит Меня, соблюдет заповеди Мои. И давайте остановимся и посмотрим, что значит истина. С книги, с Евангелия от Матфея Дайана. Ишуа не учил ничего нового. Он взял то, что уже существует. И он сделал это более острым и более тяжелым. Например. Если я захотел бы изнасиловать женщину 3000 лет тому назад. Мне нужно было бы запланировать это действие. Для того, чтобы приступить к законодательству, мне нужно было совершить это физическое действие. Потом я бы изнасиловал женщину, прошел бы все наказания, которые мне следуют за этого. Штраф ее отцу и так далее. А с убийством то же самое. Если бы я запланировал убийство. Например, возьмем, к примеру, Кайна и Авеля. Он запланировал свое убийство. В нашем переводе не написано это. Но в более древнем переводе, да, написано, что он запланировал убийство. Он выбрал место и время. Если бы он это не сделал, то не было бы ему никакого наказания. Но когда он совершил физическое воздействие, он получил определенное ему наказание. А что Ишуа говорит? Если ты только думаешь о ком-то, то ты уже получаешь свое наказание. Ты уже преступил закон. Если ты кого-то проклял, то ты совершил убийство. Ты даже физически не подходишь к этому действию. Ты подходишь к физическому действию. Вообще тебе хуже будет. Но даже во время мыслей об убийстве или о каком-то действии, ты уже согрешил. И когда мы видим его учение о том, что помогать и любить друг друга. Каким образом должны действовать законы внутри семьи? Как должен муж относиться к своей жене и жена к мужу? Он говорит, все это учение Ишуа говорит, если вы соблюдаете заповеди мои, то значит вы любите меня. И там нет ничего нового в его заповеди. Все, что он говорил, можно найти в исторических книгах. Он просто сделал заповеди более острыми и более сложными. И если мы даже не хотим называть это так, но есть заповеди и есть закон. Я думаю, что это связано с законодательством в седьмом году. А с небесным законодательством. И это связано и всегда существовало, просто может быть мы не всегда знали об этом. И мы сейчас посмотрим несколько примеров. Мы начнем с самого начала с книги «Бытие». «Бытие», вторая глава. 2 и 3. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал. И почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его. Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. И мы читаем каждую пятницу, когда мы собираемся за столом и делаем кедуш, у нас есть это в седуре. Здесь не говорится про евреев или про язычников. Здесь нет ничего о заповедях. Есть только то, что Бог говорит. Есть определенный день, который я избрал. Он особенный для меня. И он святой для меня. Потом он передал этот день первым созданным им людям. И здесь есть закон или тень закона. И в битие, в четвертой главе, в третьем и в четвертом стихе написано, «И спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его». А на Каина на дар его не презрел. После того, как мы прочитали эти стихи, у кого-то есть вопрос? Что здесь странно и что здесь не имеет связи? Что они сделали? Что сделали два брата? Два брата принесли жертву. Какую жертву? Есть определенная жертва, которая называется Минха на русском. Жертва благодарения. Кто сказал им это сделать? Где написано это? Просто знали? Я думаю, что один может быть принес с желанием, другой, смотря на другого, принес. Но факт тот, что они принесли жертву благодарения, потому что чувствовали, что должны это сделать. И тот факт, что мы не читаем, у нас есть только четвертая глава. Мы не видим никакой закон, который бы получили Адам и Йева. А законы о жертвоприношениях, это очень серьезные законы. Конечно, они не были не евреями, здесь не о чем говорить. И здесь есть закон, и есть исполнение закон. Мы продолжим. Бережит шесть. Пытие шестая глава. Ну а земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякое плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Это очень ужасные события, которые произошли перед потопом. То, что мы, согласно тому знанию, которое есть у нас сегодня, все, что там было, ужас. Люди нарушили все возможные законы, которые только мы знаем сегодня. И законы Торы, и законы государства. И они получили за это суд и наказание. И вопрос в том, согласно чему Бог судил их. Насколько они согрешили, что Бог решил их всех уничтожить? Где есть этот закон? Где написано, что нельзя убивать, изнасиловать, красть, и все, что они делали там? И они прекрасно знали, что то, что они делают, это очень неправильно. И в нашей книге это не написано. Но факт то, что это существует. Если бы этого не существовало, То невозможно было бы их судить, потому что нет никакой основы, на которой их судят. Их Бог осудил, и дал им наказание. И в бытие 7 глава. Первый и второй стих. И сказал Господь Ною, Войди ты и все семейство твоё в ковчег, И во тебя я увидел праведным предо мной вроде сём. И всякого скота чистого возьми по семи, Мужеского пола и женского, А из скота нечистого по два, Мужеского пола и женского. Есть какие-то вопросы к этому месту Писания? Какое животное чистое, а какое нет? Если мы пройдём, Если проходит несколько сотен лет, И мы уже получаем законы Кашрута и законы Тора, Чистых и нечистых животных, Тогда мы уже знаем, Что есть чистое, что нечистое, Что можно есть, а что нельзя. Но в бытие 7 главе ещё не было евреев, Не было Торы, И не было никаких законов о нечистых и чистых животных. Но Ной знал точно, Что есть чистое и что есть нечистое. Это связано с тем будущим, которое мы знаем. Но что насчёт прошлого? Откуда всё это было бы известно ему? И где это было написано? И потом мы знаем, что произошло впоследствии, Как Ной пережил этот потоп. И что было первое, что он сделал, Когда вышел из Ковчега? Он принёс Богу жертву. Почему он чувствовал себя обязанным принести Богу жертву? Потому что это было правильным, И это было известным правильным действием в то время. Потом мы переходим к 9 главе книги Бытия, И с 22 по 25 стихи. И увидел хам отец Ханаана на готу отца своего, И выйдя рассказал двум братьям своим, Сим же и Офет взяли одежду и положив её на плечи свои, Пошли задом и покрыли на готу отца своего, Лица их были обращены назад, И они не видели на готу отца своего. Ной проспался от вина своего, Узнал, что сделал над ним сын меньше его, И сказал, проклят Ханаан, Раб рабов будет он у братьев своих. Что он уже сделал хам? Что он уже сделал такого ужасного? Он посмеялся немножко над своим отцом, Который был пьяный, и всё. Что вам это напоминает о тех законах, Которые мы знаем сегодня? В 10 заповедях есть, Почитай отца твоего и мать твою. Знал ли он, что это проблема, Так поступать? Конечно, потому что факт тот, Что два его брата знали, И сделали совершенно обратное действие. Он получил суд и наказание. И есть невозможно судить человека, Если нет закона, По которому ты его судишь. И есть очень много таких примеров, Я просто привел вам несколько. И тогда мы знаем, Что Бог дает записанный Зава В виде народу Израиля. Но я хочу здесь немного остановиться, Когда мы читаем весь этот процесс Выхода израильтян из Египта, Мы видим, что не только еврейский народ Получил Тору. Я не буду на этом сосредотачивать внимание, Проверьте это потом сами. Написано, что великое множество Вышло с еврейским народом из Египта. И когда получали Тору на горы Синай, То было очень много других народов, Которые не связаны с евреями. ВОХ говорил со всеми. Мы не видим, Что эти народы зашли вместе с ними В землю Битавану. Скорее всего, они пошли в другие места. Но может быть, это есть причина того, Что в любой дыре мира Знают хоть немного о Боге. Они знают, что есть определенный стандарт, У них совесть действует Согласно определенным стандартам. Но то, что мне кажется, Произошло тогда, ВОХ взял что-то уже существующее. Во-первых, то, что существовало у него всегда. Те стандарты его царства. Те же законы. Объявил это в церкви, Что мы не знаем, Какие церкви у людей, Что живут до получения Тора. И он передал их каким-то образом людям, Которые жили до получения Торы. ВОЗ писал это в церкви, И мы видим, что народ израильский получил это Тору. Но, согласно происходящему в книге Батия, ЗЕЛО ШОННЕ БАРАБЫ ММА ШЕКИБЛО. И его законы не сильно отличаются от тех, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДО ЭТОВА. И, скорее всего, мы также увидим их в продолжении, И они связаны с высшим царством. И сейчас мы перенесемся в нашу эпоху, КОТОРА БОЛИ БЛИСКАЯ КНАМ. И, естественно, высший представитель Небесного Царства, Это, естественно, ИЕШУА МАШИЯХ. И он продолжает учить, говорить о заповедях и о законах. И, естественно, он говорит в свете уже существующего, Он не придумывает ничего нового, об этом мы говорили не раз. И в Матфея, 5 главе, 17-19, С 17 по 19 стихи написано, Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, Доколе не придет небо и земля, Ни одна йода и ни одна черта не придет из закона, Пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, И научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Окей, лимучшума аньян. Интересное учение. Он не говорит, что кто будет учить против Торы и законов царства, Кто пойдет в Ад и получит суд. Он говорит, тот кто нарушит одну из малейших заповедей, И научит так, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Но тот, кто соблюдет весь закон, И также научит других, И получит высокий пост в той стране. Из этого можно научиться тем, Что законы и заповеди Не обязательно связаны со спасением. Иногда, да, иногда нет. Есть целая система грехов и нарушения законов, Которые мы должны выучить. Но храждение по Божьему закону И соблюдение его заповеди Приближает нас к Царю. Это связано с благословением, Это связано с духовным развитием. Это связано с призванием и с служением, И написано, что вы должны учить правильному законодательству. и у нас не хватает время, мы сейчас перепрыгнем к посланию евреям 8 глава, 10 стих вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней говорит Господь вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и будь их Богом, они будут народом моим он говорит, что он возьмет закон, Тору определенный закон и вложит их в сердца людей и те, которые любят Бога и идут за Богом, они автоматически будут соблюдать этот закон и если ты любишь это золат, и делай все вокруг него и если ты любишь и делай все вокруг него, автоматически это мы царят на Торах потому что основа закона такова что если ты любишь Господа и любишь Ближнего то ты автоматически сможешь соблюдать все заповеди Тор без того, чтобы ты сосредотачивался на заповеди 610 или 11 ты просто автоматически любя Бога и Ближнего будешь соблюдать все заповеди и Бог дает все инструменты для того, чтобы ты преуспел в этом в Матфея 11 главе написано с 28 по 30 стихи написано нет если мы хотим быть в Его Царстве мы должны послушаться законом Его Царства и он дает нам все инструменты для успеха у нас есть Его Слово у нас есть Дух Божий который помогает нам соблюдать Его есть религиозные установления которые иногда нас путают и говорят что ты должен соблюдать это и это а с другой стороны есть те, которые говорят что у нас есть свобода и свобода от всех заповедей тебе нужно просто жить в свое удовольствие и не нужно ничего соблюдать и все это неправильно и путает нас но Бог говорит это Мое Слово и тебе нужно читать его понимать Его значение думать о нем потому что это будет влиять на твою общину на тебя на твою семью и он говорит что я тебе говорю что это важно это важно и это факт и ты не можешь игнорировать этот факт и это и это так сказать бремя закона Божьего Ишуа говорит что оно благо и легко то есть просто это нужно понять потому что если ты сейчас соблюдаешь определенный закон и страдаешь от этого то это не это не от Бога а последнее место я хочу прочитать вам Мишмот Ишмот 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 24 глава 7 стих и взял книгу Завета и прочитал вслух народу и сказали они все что сказал Господь сделай мы будем послушны и очень много в нашей стране устроено на том что написано сделай мы будем послушны во первых сделаем и потом мы будем слушать мы будем послушны то что вы видите на экранах на своих с одной стороны это тема проповеди это масорецкий текст это то что есть у нас в наших библиях а с левой стороны это самарийский текст сейчас не очень важно но это намного более древний писание и то же самое идет в тексте 70 я сейчас не буду объяснять потому что это все очень долго объяснять но то что справа это более новое а то что слева это намного более древнее и в наших текстах в новых написано сделаем и будем послушны но в самарийских написано будем послушны и сделаем по-моему разница здесь огромная потому что с правой стороны от тебя требуют слепого повиновения как попугай то есть сделай сначала а потом поймешь хорошо не поймешь не важно а с левой я верю что это истина и это действительно то что было вначале написано что мы послушны будем и сделаем такшив подумай о том что Бог говорит тебе тапним тахшов прими это вложи это внутрь себя подумай об этом и пойми значение этого и тогда делай не будь роботом и это то что ожидается от нас можно проигнорировать все о чем мы говорили и просто потерять 40 минут и скорее всего что многие из нас мы потом встретимся в Царстве Небесном и уже будет все хорошо но можно взять то что дорого сердцу Бога понять значение этого и зайти во что то что более глубокое я хочу объяснить и дать пример подумайте о том что дети и подростки которые есть у нас дома после того как они получили эту заповедь и их научили уважать своих родителей для того чтобы продлились их дни на этой земле есть тут заповедь с обитованием то есть заповедь которая сопровождается благословением и не только для детей и для взрослых людей тоже почитать своих родителей это не менее важно и тогда они говорят я получил эту заповедь я понимаю ее значение я буду пытаться из всех из всех своих сил помощи и я постараюсь сделать по максимуму я не буду делать минимум я не буду игнорировать но я буду стараться делать максимум есть есть заповедь субботи и Бог часто говорит что это особенный день для меня это может мы не понимаем но это один из первых законов который существовал это связано с его царством и каждый как личность как член семьи член общины говорит если Бог тебе это так важно то я буду максимально делать чтобы для меня это было важно и помоги мне Господь покажи мне как ты хочешь чтобы выглядел мой шаббат или законы о том что возлюбите друг друга это самый сложный закон во всей Торе я понимаю что это то что ты хочешь я буду пытаться делать максимум или быть плодоносным это закон учение Yeshua что ты должен служить и приносить плод ты говоришь я понимаю это я не буду это игнорировать я буду пытаться всеми силами и можно только представить себе что если мы будем делать максимум а не минимум и даже если мы будем падать и вставать и продолжать бежать давайте только подумаем какое влияние будет на наши отношения с Богом и какое будет влияние на наши семьи и на общину я уже даже не говорю о влиянии на общину потому что все будут в одном течении потому что мы сейчас увидели что есть определенный закон от бытия до откровения и это связано с царством в котором все так стремимся попасть но мы в большинстве случаев пытаемся сделать минимум для того чтобы попасть в это царство написано что из огня можно спастись в следующую субботу мы будем говорить о том какой минимум нам нужно сделать чтобы попасть в царство чтобы притит там у ворот посидеть можно это со спасением не связано что я говорю про нашу общину у многих не очень хорошие корни потому что нас решили чему-то в России или еще где-то береми живой системе отношений с Богом это то что я хотел с вами поделиться сегодня возможно многие будут размышлять об этом многие нет но я хочу закончить местом писания из Иремии 33-3 находят жаждущие для этого сердца и этот стих мне кажется очень интересным потому что нам нужно научиться слышать его больше чем написано потому что так работает Цветой Дух всегда напоминает нам те вещи которые мы забыли и учат нас поэтому важно чтобы Бог останавливал нас на тех моментах которые Он хочет научить нас Аминь 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 г г Субтитры создавал DimaTorzok